Ребятушки, всем доброе утро! У нас тут спит папа. Мы сегодня утром не пошли гулять. И мы с Сёмой как бы играем, но как бы и учим цвета, да? Молодец! Я сейчас выбрала три карточки. Мы будем зелёный учить, красный и жёлтый. Жёлтый мы уже прошли. Все игрушки жёлтого цвета собрали. И вот сейчас тут зелёным занимались. Ему нравится. Ну, я не знаю, понимают он развитие цветов пока что или нет, но ему нравится собирать. Ты карточки несёшь? А куда мы их будем складывать? Можем вот в эту коробочку складывать. Не знаю, понимают, различие цветов или нет, но как игра, ему очень нравится складывать по цветам. Конечно же, я ему помогаю искать. Но он их раскладывает. Молодец, да! Ага, иди ещё неси карточки, которые ты раскладывал. А я смотрю. Когда Семён начал заниматься наклейками, теперь мы очень часто ходим все в доклеечках. Ага, давай, неси сюда. Короче, вот так вот придумываю какие-то игры, чтобы Сёме было интересно, чтобы постоянно там собирать пирамидки. И мне очень интересно. Да? Ага. Семка у нас спит. Сегодня будет высыпаться, а Сёмка... Ой, что-то сегодня проснулся. Ко-ко-ко. А у него температура такая, знаете, как будто бы 37. Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Курочку. На, вот. Для неё. Вот. Куда будешь класть её? Ко-ко-ко. Да. Ну, почти, да. Только нужно повернуть, да, Витя? Поворачивай курочку. Как курочка говорит? Ко-ко. Ко-ко, да. Так. А ну-ка, ищи барашка. Где баран этот? Ну-ка, она стучит. Это кто? Где барашек, Сём? Овечка где, точнее? Где овечка? Баба. Угу. Где она должна быть? А как овечка говорит? Ба. Беда. Угу. А это кто у тебя? Угу. Кто это у тебя? Угу. Корова. Как корова говорит? Угу. Сёма. Угу. Ну, попробуй сам. Давай, подержи эту дощечку. Как корова у нас говорит? А, Сём, скажи, как корова говорит? Угу. Угу. А собака? Угу. Как собака говорит? Вау. Прям с первого раза какое точное попадание. Смотри, овечка-то у тебя не сидит на месте? Ты скажешь, как собака говорит? Угу. А овечка? Угу. А овечка как? Угу. 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 Давай, подержу. Давай, поправляй. Нет, по-другому чуть-чуть поверни. Угу. Да, поверни по-другому, так как вырезано, видишь? Еще поверни. Еще поворачивай, всё. Ну, видишь, неправильно. А что задом наперед? Поверни. Еще надо повернуть. Вот так вот, видишь? Давай, поправляй теперь сам. Ну, не психуй, пожалуйста, всё получится. Да, овечка, бегай, говорит овечка. Ставь. Смотри, Семочка, можно вот так вот повернуть. Видишь? Вот так вот. Оп. Давай, поправляй ручками. Вот так вот, видишь? Нужно поворачивать тихонечко. А давай фигурки еще будешь складывать? Угу. Еще раз? Ну, давай. Поехали. Смотри, 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 Смотри. Проснулся Семен. И как вы думаете, что же у нас интересного? 38,5. Пока спал, температура поднялась. Плюс еще дома жарко, потому что на улице сегодня тепло. Плюс я еще готовила. Тут опять шарлоточку. Покажи пирожок. О, шарлоточку мама выпекала. Немного от духовки жара. Ну, я тут помыла посуду. У меня на это ушло 40 минут. Чтобы, ну, не только посуда, там, готовка шарлотки. Ну, закинуть, там, все нарезать, взбить. И уборка плиты, там, вот этого всего. Ну, видите ли, на видео. Вот эта маленькая жопка только-только встала. И очень-очень печальная. Сначала мерю этим инфракрасным. И потом перемерю, если там все большое показывают. Я везде. В лоб, в шею, под мышкой им измеряю. Я заказывала на зон. Прости, сыночек. Вот такой вот. Я не знаю. У меня ссылка, наверное, не сохранилась. Он сначала вроде как там показания у него в одну. Там 0,1 единицу различались. 0,1, 0,2. Но потом он, видимо, либо Сема его как-то ударил, и ему стало плохо, либо что. Он стал иногда врать. И я, получается, там несколько раз измеряю у него. И под мышкой, и лоб, и щеки. В общем, все тело пропикиваю. И если он показывает высокую температуру, там, если 38,5 показывает и больше, то я переизмеряю ртутным градусником. Но очень сложно, потому что Сема не сидит. С ним он хочет его вытащить. Пик, пик. Видите, сам себе меряешь, да? Вот так вот. Ну, не так близко. Вот видите? 37,3, а потом 38. Короче, он у нас что-то немножечко навернулся после Семкиных ударов. Я сейчас перемерила и дала ему нурофен, потому что, когда больше 38,5, я даю. Плюс он еще проснулся капризненький какой-то. Пик, пик. Ты сегодня с Сосой будешь ходить? Ну, это, скорее всего, нижние клыки. Да? Клык лезет? Клыки снимаем, маме измерить. Пик. Пик. Вот так нажимай здесь. Что там мама показывает? 36,8. Давай Сосу уберем. Ты же уже не спишь. Все? Что, мы сегодня опять целый день будем на диване с тобой, да? Мам-мам. Ребятки, у нас уснул Семка. Сегодня он в 6 ушел на свой ночной сон. Но все потому, что температура, черт возьми. Короче, у него поднялась температура 39. Я уже думала, все, придется вызывать скорую. Но дала ему опять нурофен. И она, ну, очень быстро спала. Он сразу начал там бегать, прыгать. Ну, в итоге до 38 она сбилась. И он там немного еще пободрствовал. Померить температуру это прям вообще ужасно. Там еле как под синий трактор. Хотя Сема вообще не любит смотреть мультики. Ну, вот этот синий трактор единственное, на что он может позалипать. И вот пришлось вот так вот включать его, мерить температуру в ртутном градусном. Нет, градусном. Как все померили. Спала. И он поиграл-поиграл. Тоже лег спать. И я надеюсь, что больше она так не поднимется. И надеюсь, что все у него будет хорошо и прекрасненько. И хотелось бы, конечно, чтобы завтра уже не было этой температуры. Но вот так вот это, судя по всему, клыки. Не знаю, кто-то говорит, что температуры на зубы не бывает никогда. Но по моему опыту, у Сема первые там 4 зуба нормально прорезались. Передние резцы у него не было. Температура, ну, может, 37 там поднималась. Но вот у него тоже какая-то на прошлые клыки, получается, верхние. У него была температура до 38,5. Как только вот температура закончилась, все, и клыки мы сразу заметили. У нас так это было. Я с жевателями не помню. Тоже, по-моему, была температура. Короче, у нас работает так. Ну, понятно, что температура это из-за того, что ослабевает иммунитет. А иммунитет ослабевает для того, чтобы зубкам было проще прорезать. Ну, короче, как-то так это работает. Организм очень сложная штука. Поэтому до конца неизвестно, почему температура во время зубов. Ну, вот так, возможно, падает иммунитет, и он там, как-то у него болячка там развивается, простуда. Но у него никаких признаков простудных вообще нет. Вот только просто температура. Причем он себя чувствует, ну, достаточно-таки хорошо, да, до 38 с половиной он прекрасно себя чувствует. Вот когда 39, понимаете, он там уж такой уставший, вяленький был. Ну, вот мы дали ему норофенчик, и все хорошо. Чтоб он даже пошел сразу бегать. Бедненький зайчик, конечно, не хочется, чтобы он болел, но вот так вот будем следить. Сейчас он хорошо уснул, и я надеюсь, что ночка у нас будет спокойненько. Ну, а мы с вами увидимся завтра, либо послезавтра, когда сегодня станет полегче. Ну, а я вас всех люблю, целую всем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok